Час Ивана Денисова Час Ивана Денисова Наслышаны И мне тут будет что-то сложно добавить Хотя несколько моментов я конечно отмечу Ну а что касается Russia Gate Спайгейт То он с одной стороны Действительно обрастает Все новыми и новыми деталями А с другой стороны Он все более и более Умело Но тем не менее они игнорируются средствами массовой информации. Ну, попробуем по порядку изложить что и как. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И что касается дебатов, то, я имею в виду, конечно, житель президентский, то они прошли более спокойно, чем диалог, если это можно так назвать, Трампа и Байдена. Но повторилась та же самая ситуация. То есть, если, как я вам говорил в прошлый раз, при прочтении стенограммы, транскрипта, мы видим, что Трамп победил, конечно же, но это потерялось за общим настроем. Здесь было, в общем-то, понятно, что победил Пенс. Если вы, конечно же, следите за... Вы, я уверен, следите, но, к сожалению, не все это делают. Следите за непосредственно фактами выстраивания мысли и подачи каких-то политических установок и четкого объяснения своих достижений, которые были, как я уже не раз говорил, в администрации. Так вот, Пенс все это сделал. Сделал все это в спокойной и уверенной форме. И, в общем-то, тот же самый Пенс, который так же спокойно и уверенно разбирался с Киином четыре года назад, если кто-то еще помнит, да, такого. Пенс никуда и не делся. По-прежнему перед нами такой уверенный в себе спокойный консерватор, который рассказывает нам, что было сделано в экономике, какие были успехи, сколько рабочих мест создано, как снижение налогов и отмена регулирования помогли американцам, как в международной политике союзники стали больше платить, Америка показала свою готовность стоять рядом с Израилем и не просто стоять, еще и помогать активно. В общем, Пенс был хорош. И, кроме того, напомнил он нам всем, что его оппоненты и, соответственно, оппоненты республиканцев уничтожат налоговое сокращение, снижение налогов. Напомнил нам о том, что Байден вообще ничего не сделал в противостоянии с Китаем, о том, что, ну, не только Байден, имеется в виду демократы вообще, что противостояние на Ближнем Востоке, который унаследовал Трамп, и боевые действия практически сведены к минимуму, все это было. Ну и, конечно же, да, к чему мы сегодня еще вернемся не один раз, напомнил про Верховный суд, а именно, что демократы собираются его, ну, по-английски это PEC, ну, по-русски будем говорить расширить, хотя это более такое безобидное слово в русском языке, и зеленый курс припомнил. В общем, молодец. Но проблема современной политики в том, что, с одной стороны, да, вроде бы агрессивная манера Трампа ему помешала, а с другой стороны, в общении с Харрис, спокойная, уверенная в себе манера Пенса, ему, ну, наверное, тоже не помогла. То есть, те, кто следит за, повторяю, фактами, они, конечно же, остались довольны и считают Пенса победителем, а те, кто следит за эмоциями, умениями корчить гримасы и уходить от любого вопроса, прятаться за общими пафосными формулировками, те, конечно же, сразу объявили, что Харрис победил. И в плане того, как говорить много и не сказать при этом ничего, я ничего не могу сказать, Харрис действительно победила, потому что мы ничего определенного от нее не узнали. Ну, кроме того, что Трамп плохой и все умерли, кто умер во время эпидемии, все, конечно же, умерли из-за него. И что, конечно же, и расизм кругом, и все плохо, и надо с этим бороться, и так далее, и тому подобное, но что и как, и все обвинения Пенса, Харрис от них отмахил, что это все не так, хотя полным-полно есть подтверждения и разговоров и ее, и Байдена о прекращении добычи нефти и газа, и про пресловутый зеленый курс, и о расширении суда, но Харрис говорил, что у Джо есть план, какой план, кстати говоря, так толком не осталось непонятным, что он будет вбухивать огромные деньги, якобы в образование, но, скорее всего, это будет означать просто все больше и больше присоединение образования к государству без какого бы то ни было смысла, да и потом право на бесплатное образование как таковое, ну, я имею в виду, естественно, чем дальше, тем выше, и так далее, ну, по большому-то счету, декларации независимости, да и конституции не особенные обещают, на самом деле, но для демократов какая, собственно, разница, что там обещают конституции, это их не интересует, поэтому, да, Верховный суд, да-да, мы поговорим о нем, и так далее, обещал Харрис, но так мы от нее ничего не услышали, кроме очередного вранья про Линкольна, но это вы можете проверить, где уже полным-полным было материалов, наверное, я не буду дальше повторять, но просто скажу, что Харрис соврала, и Линкольн совсем не поэтому затянулся на значение судьи, а Конгресс в это время не работал, и он там решал свои собственные, кстати говоря, политические проблемы, гораздо больше, чем Трамп, что интересно, поэтому, с этой точки зрения, Харрис напустила тумана, да, повторяю, демонстрировала богатую мимику, видимо, пластические хирурги там хорошо постарались, ну, и, в общем, ее спешно записали в победителей, хотя мы-то понимаем, что это не так, я бы обратил внимание на один очень опасный момент в ее выступлении, вы, наверное, не вы внимания уже не обращаете, потому что, ну, Пенс, который ее ложь, мог бы, да, наверное, и поактивнее опровергать, он тоже об этом не очень-то говорил, да и вообще об этом говорят, увы, очень мало, но всякий раз, когда начинаются разговоры о том, что надо проводить, сначала с полицией, потом, понятно, что это перейдет на другие сферы жизни, проводить так называемый специальный тренинг на предмет какого-то несознательного расизма, это вообще очень опасная штука, потому что это такой наихудший вариант полиции мысли, это значит, что есть люди, которые будут считать, что они лучше, чем вас понимают, что вы думаете, и будут пытаться это исправить, это очень, повторяю, мерзкая, опасная вещь, и демократы ее и проталкивают, ну, как бы то ни было, вот вкратце, наверное, все, что я хотел бы сказать о дебатах, мне очень жаль, что от мира пропали практически следующие дебаты между Трампом и Байденом, потому что следующий ход Трампа мне был бы интересен, но посмотрим, я все-таки надеюсь, виртуальное, есть разные мнения, даже некоторые консерваторы считают, что было бы, кстати, но нет, Трампа виртуальные дебаты, я считаю, смысла в этом нет, но все же надеюсь, что к прежнему формату мы еще вернемся, и Трампа будет шанс Байдена, да простите мне такое слово, добить, но пока да, посмотрим, что еще появилось, а именно, данные, которые рассекречивают, слава богу, директора разведки, глава разведки Редклифф, ну и рассекречивают не просто так, а еще и по приказу, по распоряжению снова президента, это все замечательно, но есть у меня опасения, что несколько поздновато, хотя, понятно, октябрьский сюрприз, как всегда, самое время, и учитывая, что пресса делает вот все, чтобы не обращать внимания на этого слона в комнате, ну, я сошлюсь, опять же, на ИХУ, потому что это мой главный контакт с мейнстримной прессой, мне приходится, как поисковиком, пользоваться, ну, там постоянно, как раскрываешь заголовки, Трамп посмотрел не туда, Трамп снял маску не так, Трамп надел маску не так, и так далее, и тому подобное, и найти хоть какие-то данные о том, что, собственно говоря, происходит в истории со спайгейтом, вы этого не сделаете, у вас этого не получится просто-напросто, тогда, как мы помним, любое подозрение в адрес президента, пока шло расследование, оно вытаскивалось на первой полосе, и так далее, но что мы узнали, те, кто все-таки следит не только за юху и мейнстримной прессой, за реальным состоянием, положением дел, что мы узнали с вами за последнюю неделю. Ну, во-первых, хотя об этом, так или иначе, было давно известно, но теперь подтверждается все больше и больше, уже очевидно, что досье Стила это не просто дезинформация, а дезинформация явно срежиссирована. И компания мистера Стила, частная разведывательная, она давно дружит с российскими олигархами, в том числе и с Дерипаской, небезызвестным. А что касается основного доносчика, если хотите, источника для составления этого досье, то это некто Данченко, который работал, да сейчас, по-моему, работает в видном либеральном мозговом центре Брукинс, и более того, он был объектом расследования ФБР за как возможный как раз российский шпион. Меня в этой истории настораживает еще и то, что Данченко сотрудничал с Фионой Хилл, которая вообще-то была в аппарате президента, как вы помните, и числилась одним, да и продолжается числиться одним из экспертов по России. И вот тут ты задумаешься, а кто, собственно говоря, в Белом доме действительно представлял интересы Путина, в отношении Хилл, это и для меня, например, неприятность, потому что у меня к ней все-таки ну, какое-то подобие уважения было. И некоторые разумные вещи про Путина она говорила, но теперь я уже и не знаю, если она общалась с реальным российским агентом. Ну, хорошо, будем считать, что он был под подозрением Данченко, но явно под серьезным подозрением. И более того, если вы посмотрите на эту ситуацию со стороны, то это какой-то даже не просто шпионский роман, это шпионский роман абсурдистский, потому что получается, что спецслужбы использовали данные русского агента, хорошо, человек под подозрением, ладно, Данченко, для того, чтобы подставить своего агента, я имею в виду картера Пейджа, ну, не агента, даже служащего, агента, это сложная, в общем, шпионская терминология, своего служащего, хорошо, потому что мы теперь знаем, что Пейдж был осведомителем ЦРУ, и выходит, что данные так или иначе связанные с Данченко, они так или иначе использовались для привлечения Пейджа к ответственности, что касается Пейджа, то тоже факт его работы на ЦРУ, конечно же, не освобождает его от подозрений, но теперь, если вдруг все-таки, хотя уже, похоже, все это рухнуло, но вдруг, мало ли, окажется, что Пейдж все-таки какое-то отношение к российским спецслужбам имел, то это будет доказать невозможно, потому что все, что против него делалось, делалось с такими нарушениями, что никакой суд это не примет к рассмотрению. Если же, как все больше и больше становится очевидным, Пейдж все-таки был невиновен, мне он симпатичнее не стал, но тем не менее, то на будущее представьте себе, какая будет проблема при вербовке осведомителей, агентов, как угодно, их называйте в ЦРУ, и если люди, которые вроде бы и готовы сотрудничать с разведуправлением, видят, как разведсообщество обходится со своими же осведомителями, это все для разведки будет иметь очень дурные последствия, но это еще не все. Мелькнули данные, и, собственно говоря, не мелькнули, это фрагменты из автобиографии самого Бреннана, что, оказывается, он лично подавил оценку двух аналитиков, которые выступали против того самого консенсуса, что якобы российское правительство, Кремль, ставило своей целью победу Трампа. Естественно, Бреннан это объяснил, что он считал, что у него гораздо больше оснований и так далее и тому подобное, но факт остается, консенсуса, значит, не было, и как минимум два аналитика, и, судя по всему, конечно, имена их не называются, аналитики серьезные, были против. Далее, мы видим, что над самой этой оценкой работала женщина по фамилии Кендал Тейлор, которая была известным донором, спонсором Клинтонов, и сейчас участвует в компании по поддержке Байдена, что опять наводит на мысль, что люди, которые в спецслужбах работают, ну, могли бы свои политические задания держать при себе, и в спецслужбах им делать по-хорошему и нечего, но тем не менее. Мы видим, исходя из меморандумов о секреченном самого Бреннана, что и здесь опять ситуация из какого-то абсурдистского шпионского романа, что вся история о том, что Трамп русский шпион была, скорее всего, придумана Клинтон, потому что она была по уши, не буду уточнять в какой биомассе, из-за своего скандала с сервером, вы это помните, и из-за того, что у нее с разведсообществом был тоже ведь конфликт, и чтобы отвлечь от себя внимание, перевести удар на второго кандидата, был дан сигнал того, что ату Трампа, и хотя эти данные поступили при этом от разведки российской, то есть американская разведка получила данные, был доступ к данным российской разведки вот о том, что Клинтон все это затеяло, и поэтому, конечно же, уже идут разговоры, что это все дезинформация и так далее, но сам-то Брэннон, похоже, так не считал, что это дезинформация, и мы с вами видим, что при случае, будь в подобном скандале замешан президент республиканский, уже ему бы объявили импичмент раз 10-12, в том числе однопартийцы, но вот Обама, Клинтон и же с ними они уже, да, не президент Клинтон, к счастью, не президент, но тем не менее, что с ними будет, мы не знаем, даром, как видите, не торопятся какие-то свои результаты расследования обнародовать, однако, если мы сталкиваемся с тем, что ФБР опиралась на данные, которые являют собой заведомую дезинформацию, если мы видим, что в ЦРУ и в разведсообществе высшие эшелоны прекрасно знали, что вся история Трампа, агент Путина, она надуманная, и сколько на это было потрачено ваших денег, сложно сказать, но никто ничего не сделал, а наоборот, использовали разведку в своих интересах, то здесь, конечно же, скандал очень серьезный, прибавьте к этому то, что по-прежнему остаются засекреченными те данные, согласно которым они, как говорят, источники есть, на самом деле есть еще, существует еще и оценка разведчиков, что в Кремле очень хотели победы Клинтон, видя в ней более удобного партнера, и скорее всего эти данные тоже будут рассекречены, ну и сами понимаете, но, что самое главное, вы об этом все равно не прочитаете в мейнстримных средствах массовой информации, вот так вот, и даже уже сам Путин на прошлой неделе в интервью открытым текстом сказал, что для него, для нашего нынешнего режима российского родные братья это демократы, что социал-демократические идеи, борьба за права черного населения и прочее, это все то, что Путин, как молодой, тогда еще молодой, а теперь уже старый коммунист, то, что он всегда, чему он всегда следовал, и что он всегда уважал, ценил, и так далее, и что поэтому демократы и есть, повторяю, его родные братья, и об этом вы ничего не узнаете, тогда как, если бы вдруг Путин сказал, что республиканцы его родные братья, ну вы представляете, что было бы в прессе, однако подарок Путина естественно игнорируется, а те, кто я сам видел люди в соцсетях, так скажем, ненавидящие Трампа, мягко говоря, они уже говорят, что нет, Путин все это сказал специально, чтобы помочь Трампу и так далее, и тому подобное, ну твердокаменная просто какая-то позиция, то я уже просто развожу руками таких людей переубедить не в чем, но материалы все, как говорится, налицо, и то, что разведсообщество его, глава высшей бюрократии откровенно жульничала и мошенничала и помогала распространять дезинформацию, и то, что сам товарищ Слубянки, а ныне в Кремле заинтересован в дружбе прежде всего с демократами, потому что они его братья-сестры и так далее, и тому подобное, и помятуя обо всем этом, держа все это в памяти и понимая, вы-то же понимаете, но тем не менее, стараетесь это рассказать еще кому-то, хотя, повторяю, вас не будет слушать улы, тем не менее, помятуя обо всем этом, да, опять я буду повторять это весь ближайший месяц, без малейшей попытки влиять на выборы, но, зная все это, просто идите на выборы и голосуйте, я думаю, вы поймете, за кого надо голосовать, я не буду, естественно, этого говорить, и здесь я умолк, но если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Абсолютно верно, ваша последняя реплика по поводу необходимости идти и голосовать на сегодняшний день является просто самой горячей, это единственный способ, когда мы можем повлиять на ситуацию, когда мы можем внести свой вклад в сохранение той Америки, о которой мы думали, о которой мечтали, в которую мы приехали, потому что то, что планируют сделать демократы, это радикальным образом изменить все. Вот гипотетически в случае победы Димака Байдена на выборах, в случае, если, не дай бог, Сенат перейдет к демократам, нас ждут такие фундаментальные вещи. Во-первых, судя по тому, что ни Байден, ни Харрис не отвечают на вопрос, намерены ли они расширить Верховный суд, можно сделать вывод, что они намерены это сделать, и они в кулуарах об этом говорят, а порой и не скрывают, а некоторые лидеры демократической партии об этом говорят в открытую. Другими словами, коль скоро идеи, которые пропагандируют демократы, не могут, так сказать, привлечь на свою сторону избирателей, и не могут что-то изменить через Конгресс, через законодательные органы, они намерены набить в Верховный суд судебных активистов, причем лево радикалов, дальше, они намерены наделить статусом штата Вашингтон-Ди-Си и Гавайи, нет, не Гавайи, а Пуэрто-Рико, Гавайи, есть сенаторы от Гавайев, Херона, это смешная, Пуэрто-Рико, то есть, еще четыре сенатора-демократа, которые навечно похоронят, так сказать, или на длительное время похоронят возможности республиканцев как-то влиять на политику в стране. Другими словами, они мечтают об однопартийной системе, и все, что за этим последует, бесконечные атаки на коллегию выборщиков, поскольку на некоторых выборах демократы набирают больше голосов популистских, популярных, нежели республиканцы, они намерены отменить коллегию, ну, я не знаю, для этого необходима поправка Конституции, но, тем не менее, они все время, так сказать, делают попытки это сделать. Атаки на вторую поправку Конституции, атаки на первую поправку Конституции, то есть, в случае победы демократов на этих выборах, Америка превращается в нечто иное, вовсе даже не Америку, поэтому нам, тем, кто действительно любит эту страну и любит ее такой, какая она была, задумана, безусловно, следует идти и голосовать. Кстати, в раннее голосование уже началось и в Кук-каунте уже началось раннее голосование, уже можно поехать в Корт, в Скоки и проголосовать. 19 октября начинаются голосования и в других местах. И я думаю, что правильно будет, если вы поедете и лично проголосуете на избирательном участке, потому что эта затея с голосованием по почте это еще один вариант фальсификации выборов, ни больше, ни меньше. Это не забота о здоровье нации, не забота о здоровье избирателей, поскольку первый законопроект, насколько я знаю, о голосовании по почте был представлен еще 3 января, когда предстоящей эпидемии и пандемии не было ни звука. То есть демократы готовились к этому, к этим выборам, придумывая дополнительные варианты, как можно сфальсифицировать еще задолго до того, когда пандемия, так сказать, распространилась в нашей стране. Поэтому все, что мы можем сделать, и самое главное, что мы можем сделать, это идти и голосовать. Я надеюсь, что наше участие в выборах, и причем даже если предположить, что мы не можем повлиять на исход президентских выборов, хотя я в этом вовсе не уверен, в нашем штате гнилом, то уж на местном уровне от нескольких сот голосов порой зависит результат выборов. На местном уровне мы все можем оказать значительное влияние. Ну вот на этом я остановлюсь. Давайте попробуем принять звонок, поскольку человек звонит. Добрый день. А, добрый день, Сережа, Филадельфия. Меня все время, извините, коротко, меня все время не отпускает одна информация. Со времен создания сегодняшней Америки, к которой мы приехали, вот, народ не умнеет, а тупеет, потому что вот сегодня информация. В Орегоне снесли памятник Линкольну. А Линкольну и Рузвельту, да? И Рузвельту. И я хочу сказать, вот, я хочу сказать, а кто застрелил Линкольна освободителя рабов? Демократ. Демократ. И борет за мир, не забывайте. Да. Кто развязал гражданскую войну в Америке? Демократические штаты южные. Потому что они не хотели северян. И эта история идет и не заканчивается, да? И только усугубляется, потому что за эти многие годы вымели мозги у этого молодого населения. Вот и все. Я хочу спросить афроамерикан. Вы хоть знаете, кто вас освободил? Вы хоть знаете, что рабовладелец юга купил землю в Африке и послал вас там создавать свое государство под названием Либерия? 200 лет оно создается. Все. Спасибо большое за ваш вопрос. Спасибо вам. Кстати, это вообще важный момент. Заметь, что Гарфилда застрелил не вполне равновешенный психический человек. А так убивали в основном президентов республиканцев, кстати говоря. И были это люди весьма и весьма либо просто демократы, либо анархисты, либо смутным прошлым в Советском Союзе. Но нас продолжают пугать страшными ультра порталами. Это те самые анархисты, которые сегодня снесли память Неклинкельну и Тедди Рузвельту в Портленде. Ну, Орегон это вообще какое-то отдельное специальное место в нашей стране. Мы сделаем перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Иван, давайте попробуйте ответить на вопросы радиослушателя, а уже потом перейдем к следующим темам. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, большое спасибо Ивану за очень содержательный как всегда рассказ. У меня два вопроса. Первый, после вот этого прослушивания в первой части передачи об ужасных скажем так действиях, которые производят силовые разведывательные структуры США. Не кажется ли вам, что во всяком случае на руководящем уровне это полностью сборище жуликов и негодяев? Чем они отличаются от этой всеми ненавистной грибни? И второй, скажем так, вопрос по поводу дебатов. Не кажется ли вам опять-таки, что их значение было очень бессмысленное, особенно Пенса и Хэрис, и сколько было людей смотрело их, если вы знаете. Спасибо. Да, спасибо вам. По поводу спецслужб, ну, знаете, я бы не стал все-таки сравнивать, как говорил Бакли, сравнивать с РУ и КГБ, это как сравнивать с людей, сравнивать с человека, который переводит старушку через дорогу, или который толкает ее под автобус. И тот, и другой делаются старушкой некоторые манипуляции, но они разные. При этом сам Бакли был тоже порой критичен к ЦРО. КГБ это довольно полностью гнилая структура, и это всегда был просто инструмент власти. Американские спецслужбы это, к сожалению, бюрократия, и когда бюрократия слишком сливается с той партией, с той силой, которая ее развивает, то есть демократы и либералы, она превращается в то, во что мы видим. Поэтому, по сути своей, ЦРУ, ФБР и прочее, они нужны, конечно, куда без них не деться. Но реформа тоже нужна, к сожалению, до конца Трамп ее не произвел. Та же самая Хаспил, которую назначал президент, она, как я понял, противится, например, рассекречиванию документов. Коц, глава разведки долгое время, тоже себя проявил не с лучшей стороны. Поэтому Редклифф и Гринел, они пытались и пытаются что-то делать, но это нас неизбежно приводит к мысли о том, что, да, нужен второй срок, конечно. Потому что, в целом, отмахиваться от идеи разведа сообщества как такового, конечно, не стоит. Что касается дебатов, здесь мне сложнее ответить. Я обычно за такими цифрами каюсь, не особенно слежу. Но я считаю, что Пенс в 16-м году очень сильно помог Трампу. И прежде всего среди консерваторов, конечно же, которые колебались. И сейчас я все-таки думаю, что какой-то эффект он будет иметь. Мне бы, например, хотелось его увидеть. Да, я не отказываюсь от своей мысли, что мои кандидаты это Десантис и Кристи Новым в 24-м году, но что Пенс, он уж слишком спокойный. Но, тем не менее, он себя показал человеком, который стал бы действительно очень хорошим президентом. Но как все это отразится на выборах, мы узнаем совсем скоро. Я думаю, что дебаты показали разницу, показали истинное лицо, скажем, Камала Хэррис, показали серьезное, вдумчивое отношение к проблемам вице-президента Пенса. Я думаю, что дебаты были полезными. Я думаю, что были полезными, и там обозначались проблемы такие, серьезные проблемы. и очевидная ложь Камалы Хэрриса и моменты достижения администрации Трампа. Так что, я думаю, что они были полезными. Я не знаю, насколько они повлияли на мнение избирателей, но, на мой взгляд, они были полезными. Окей. COVID-19 task force, созданный президентом. Несмотря на то, что президент как бы следует рекомендациям главных экспертов и самого главного миссии доктора Фаучи, Трамп привлек к работе этой комиссии доктора Аската Атласа с иной философией, по-моему. Пожалуйста. Совершенно верно. Очень интересное появление и очень интересный человек, но, вообще, если посмотреть на ситуацию в мире, а не только в Штатах, то она сейчас дает опять шизофрении, безумие, безумием, ну и прочими медицинскими терминами. Потому что, с одной стороны, все более и более отчетливо, очевидно, что локдауны, как таковые, не работают. Более того, американские суды и судьи, преимущественно назначенные Трампом, кстати, но не только и республиканцами доказывают нам, что локдауны противоречат Конституции, пусть даже некоторые губернаторы и губернаторщи от этого пытаются отмахиваться. Мы с вами видим, что в Британии представители Палаты Лордов от Консервативной партии пишут открытое письмо, что политика нынешних консерваторов не имеет ничего общего с консервативной философией личной ответственности, так как загоняет по домам всех, лишает людей права выбора. Лучшие, на мой взгляд, уж просят меня поклонники Fox News, лучшие и самые консервативные ведущие, которые сейчас в Австралии находятся со Sky News в Австралии призывают прекращать политику локдаунов, там она есть в некоторых штатах, и доходчиво объясняют, почему моя любимая датская партия, в общем, тоже высказывает новый правый ряд сомнений, но, несмотря на все это, нас все равно всех опять пытаются запереть, разогнать, уверяя, что нет, все будет по-другому, и даже уже из этой представителей этой насквозь гнилой организации, которая ВОЗ, уже тоже говорят, что локдаун это плохо, тем не менее, в той или иной форме они опять возвращаются. у меня в городе, в Москве, то есть, они возвращаются в какой-то совершенно извращенной форме, потому что идет охота на людей неправильного возраста, что, в принципе, неверно, а, скажем, в той отрасли, что работаю я, то есть, образование, то есть, школа, да, вы знаете, ну, кто наверняка читали, если кто следит за тем, что происходит в России, у нас тут объявлены каникулы в Москве двухнедельные, а учителям старшего возраста велено сидеть дома, учителям возраста не такого, по выбору, но если вы соглашаетесь сидеть дома, то вы должны представить данные чуть ли не о каждом своем движении, а если вы автомобилист, то еще и номер машины и так далее, и тому подобное, то есть, черт знает что, если говорить откровенно, и все это, естественно, под красивыми лозунгами заботы о гражданах и с непременным добавлением того, что было весной, якобы не будет. Вот в такой шизофренической атмосфере мы все привычно смотрим на Соединенные Штаты, уж так получилось, потому что и надеемся, что там хоть какой-то здравый смысл вернется, а от Соединенных Штатов пойдет по всему миру. Но, к счастью, с президентом уже все более-менее, надеюсь, хорошо, и с ним проблема решена, так или иначе, но, естественно, все мы ждем, что не только судьи, хотя им огромное спасибо, будут хоть как-то добиваться от диктата губернаторов властей, которые нарушают и поправки, и принцип разделения властей, все что угодно, но еще и врачи, и в этом плане появление в команде занимающейся вопросами ковида доктора Атласа, это сразу же вызвало очередной припадок в мейнстримной прессе, потому что раз человек появляется, который противоречит леволиберальному консенсусу, то он сразу ничего не знает, он враг, он плохой и так далее и тому подобное, но еще на свою беду у Атласа и прошлое такое достаточно консервативное, он сотрудник Гуверовского университета, такой мозговой центр, есть достаточно авторитетный и консервативный, там Соуэл, например, работает, он был советником у Джулиани, он был советником у Ромни, да, я понимаю, Ромни сейчас у большинства из нас вызывает вполне соответствующую реакцию, но он был раньше, и он, я имею в виду доктор Атлас, известен как критик, например, Обама Кера и ряда леволиберальных установок, связанных со здравоохранением, при этом он еще и радиолог, и естественно ему сразу припомнили, что ага, радиолог, а никак не эпидемиолог и так далее и тому подобное, а куда-то, мол, то же самое однако Атлас вполне спокойно отметает обвинение, говорит, что его задача это просто представлять, да, я уже заговариваю, заметьте, разведданные, хотел сказать по Фрейду оговорка, что предоставлять данные научные и таким образом стараться, чтобы была представлена разумная обстановка, была разумная обстановка, разумные данные тоже представлены были в этой самой команде, поэтому Атлас подают как однозначного сторонника коллективного иммунитета, но это не совсем так, но действительно Атлас говорит, что коллективный иммунитет это как гравитация, то есть вы не можете его отрицать и он должен быть, Атлас полагает, что локдауны, они имеют своей целью прежде всего какие-то туманные и не очень разумные результаты, и их могут позволить только люди богатые, которые от них не пострадают все равно, тогда как средние классы ниже, для них локдаун это серьезный удар, а что касается детей, которые лишаются образования, лишаются элементарной социализации и всего такого прочего, они становятся в результате главными жертвами политики локдауна. Я здесь опять, кстати, встряну со своим наблюдением, что действительно, когда мы вернулись в Москве в сентябре в школы, то вернуть особенно классы помладших более-менее нормальной работе потребовалось недели две минимум, потому что каникулы и плюс два месяца дистанционки они напрочь отбили у детей понимание, что такое школа. Ну, только-только все вернулось на круги своя, но видите, у нас сейчас опять непонятно что. И в этом плане я слова доктора Атласа, который вообще был противником закрытия школы, сторонником их скорейшего и полного открытия, я его всецело понимаю, приветствую и желаю, чтобы его позиция, его политика была и дальше реализована. Тем более, что Атлас, он не только сам действует, активно выступает, критикует локдауна, но он еще и опирается на ряд врачей, довольно-таки авторитетной. И в частности, многие связывают именно его появление в команде Трампа с так называемой декларацией Грейт Баррингтон. Вы можете ее прочесть, она есть в открытом доступе и, естественно, ее тоже критикуют. Основные авторы это три доктора, Калдорф, Гупта и сложная фамилия Бхатчатаре, насколько я помню, но Британия и Соединенные Штаты представлены, но среди подписавших много врачей из, прежде всего, конечно же, стран англоязычных и та же Австралия, и Новой Зеландии, и Штаты, опять же, и Королевства, очень много, кстати говоря, израильских врачей, потому что израильские врачи тоже видят, что происходит и как. Ну и смысл декларации в том, что на сегодняшний день необходима так называемая фокусированная защита, а именно, что требуется действительно добиться максимальной защиты людей, которые могут быть уязвимы перед болезнью, это люди пожилые и люди, страдающие заболеваниями, которые могут быть усугублены ковидом, но, например, рекомендуется, кстати, что людям пожилым надо как можно больше времени проводить на улице и на воздухе, что, кстати, полная противоположность тому, что делается, например, у нас в городе, и люди остальные должны так или иначе продолжать свою работу, должны продолжать нормальное существование, потому что это и более адекватное, более разумное создает психологическую картину, а психология, она, вы знаете, с болезнью связана, и хотя, конечно же, нормальное состояние и бодрость духа они, увы, не лечат, но они немного помогают, уж поверьте мне, тоже по себе немного знаю, что это помогает действительно, поэтому, если люди живут нормальной жизнью, если дети ходят, подростки ходят в школы и нормально научатся, а сфера развлечений, сфера культуры продолжает работать, и все мы можем ходить в кино, в театры, обмениваться впечатлениями, ходить в кафе, то есть, те мелочи, из которых наша жизнь не создана, то, так или иначе, в совокупности с коллективным иммунитетом и с защитой людей, действительно, которые могут быть подвержены этим заболеваниям, мы гораздо больше добьемся результатов, чем если всех загоним по домам, обрушим экономику и создадим огромный процент самоубийств, депрессии и так далее. Кстати, те же врачи, подписавшие декларацию Грейд Баррингтон, они отмечают, что вот эти вот локдауны, они на самом деле нанесли серьезный удар не только вот потому, что вы можете сказать это все абстрактные понятия, вроде социализации и нормального общения, но и по медицине вообще, потому что резко сократилось обследование людей, люди, у которых раковые заболевания, они в ряде случаев остались вообще без регулярных осмотров, а это очень важно, я очень надеюсь, что никто из вас не страдал, не будет страдать, и ваши родственники тоже, но опять, к сожалению, у меня есть некоторый опыт, без регулярных проверок по онкологии у людей могут быть очень прискорбные результаты, а это протерялось, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень сильно пострадали, и собственно говоря, та самая вакцинация, которую нам сейчас так рекламируют и продвигают, на самом деле за время локдаунов вакцинация необходимая по какому-то набору болезней, она среди детей рухнула до рекордно низких в плохом смысле слова показателей, то есть локдауны, якобы стремившиеся помочь, они убивали элементарно людей, да еще и сильно ограничили, навредили иммунитету, поэтому то, что мы сейчас видим, то и происходит. И еще раз, почему я так на этой декларации сосредоточился, потому что, ну так или иначе, это те люди, которых атлас старается, их выкладки, их данные, это врачи авторитетные, я еще раз говорю, донести до президента, донести до общественности, чтобы политику определяли они, а не доктор Фаучи, который то уверял, что вообще болезнь никаких проблем нам не принесет, потом, что надо всех запереть, потом еще непонятно что, и пресса уже старается, конечно, атласа и Фаучи столкнуть, атласа и авторов декларации представить мракобесами и так далее и тому подобное, но мне это напоминает, раз я его вспомнил с Оуэлла, что любая правительственная программа работает по известному принципу, есть проблема, эксперты раздувают ее, якобы эксперты, и говорят, что все, завтра мы все умрем, правительство начинает какие-то громоздкие дорогостоящие меры пускать в ход, они ни к чему хорошему не приводят, но потом нам начинают рассказывать, что нет, все было правильно сделано, это вот несколько человек все испортили, они критиковали, они мешали, поэтому если все меры вернутся и в еще более ужесточенной форме, вот тогда все будет хорошо и замечательно, но я не знаю, насколько доктор Атлас и доктор, пусть они медицины, Соуэлл, в Гуверовском институте сотрудничают и пересекаются, но мне представляется, что доктор Атлас Соуэлл читал, и он, в общем-то, знает, что этот принцип, он распространяется и на медицину тоже, поэтому я очень надеюсь, что его позиция, его политика в команде Трампа, она будет все-таки превалирующей, и что либеральный эстеблишмент, который в медицине его не съест, и что декларация Грейт Баррингтона, она все-таки станет основополагающей для дальнейшей борьбы с ковидом и с его последствиями, ну, правда, это у вас, что у нас, я, увы, сказать не могу, но, повторяю, здравомыслие побеждает в Америке, рано или поздно дойдет и до нас, хочется надеяться, что рано, а уж как получится или нет, не знаю, да, ну, третья наша тема, видимо, остается уже на следующий раз, но Сергей сегодня так или иначе упомянул, тем не менее, сейчас идут, вы знаете, слушания по судье Барретт, ну, вот, Барретт и расчурение суда, это мы оставляем на следующий раз, и сейчас, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Спасибо большое, Иван, в следующий раз мы обсудим как раз, я отчасти сегодня слушал, слушал слушания, простите за тавтологию, наблюдал за слушаниями в Сенатском комитете юридическом, довольно забавно и грустно одновременно, так что до встречи в следующий раз и поговорим об этом, спасибо большое. Спасибо вам, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok